Доброе утро! Кино-лаборатория создана в партнерстве Дома новой культуры, который открывается в 2015 году в Первоуральске. До этого уже начались различные активности, программы в области культуры Первоуральске. Летом, сейчас всю осень проходят какие-то мероприятия. И вторым партнером является Документальный дом Первое кино. Собственно, мы формируем всю программу, я и мой сокуратор Женя Григорьев. Мы придумываем всю эту программу, как научить людей, которые никогда в жизни не держали видеокамеры в руках, за очень короткий срок освоить язык кино. Подождите, но это курсы какого-то режиссерского, операторского мастерства? Это все вместе, да. То есть мы, по сути, проект нацелены на то, чтобы от замысла к результату за очень короткий срок, в полтора месяца, причем внутри этих полутора месяцев, там есть всего две сессии по шесть дней, а все остальное, по сути, самостоятельная работа, там, ну, с каким-то интернет-общением с кураторами. И научить людей... Снимать кино. Да, снимать кино. На кого рассчитан этот проект? На детей, на взрослых? А проект, как и все проекты Дома новой культуры, рассчитан на молодежь в основном, я думаю, там, от 16 до 35 лет на людей. А в принципе, участвовать могут все или будет какой-то отбор? Смотрите, у нас был запущен изначально, мы собирали заявки, кто хочет стать сталкером, кто хочет принимать участие. И вот в понедельник подвели итоги, отобрали 15 человек, хотя заявки продолжают поступать, мы не стали закрывать доступ, думаем, ну, вдруг еще придут там одна-две интересные анкеты, и мы их тоже рассмотрим. Поэтому в таком вот живом доступе приходят еще люди, мы на них внимательно смотрим. В принципе, если кто-то страшно хочет, он может еще сегодня даже отправить анкеты. Вот эти будущие участники, эти сталкеры, они сами придумывают, сами предлагают, что они будут снимать. Да, у нас есть общая тема, рама проекта. Мы делаем код города, мы как бы ищем код города, мы исследуем город Первуральск, и каждый из сталкеров рассказывает про то, что именно ему интересно показать миру. То есть мы делаем ресурс, на котором показываем город глазами жителей, что важно, да, потому что всегда все ресурсы, посвященные городу, они как-то курируются администрацией, да, и администрация решает, что вот у нас памятник Европа-Азия, вот у нас там дворец культуры, да, и это у нас основные места, которые... Они предлагают что-то, что волнует именно их. Они могут предлагать, как там, не знаю, гору Пильная, также они могут предлагать в качестве героя свою бабушку Зину, которая там во время войны была эвакуирована на Урал, там, и так далее, да. То есть чем их творчество будет отличаться от просто самодеятельной видеосъемки? Вы будете подсказывать, что, как нужно снимать? Смотрите, проект, как это говорится, краудсорсинговый, да, есть такое сейчас слово, то есть мы собираем людей и делаем с помощью их энергии и их желаний один проект. То есть в итоге мы получим интерактивную кинокарту в интернете, которая будет размещена в декабре, а также презентационный фильм первоуральска, таким, как его видят сами жители. И у каждого из сталкеров, то есть каждый сталкер делает маленький кусочек в этот фильм и рассказывает именно про то явление, событие, там, человека, которое интересное им и на ему. Такая мозаика у нас получается. А мы, как кураторы, просто организуем раму для этого, помогаем, с одной стороны, помогаем им снимать, а с другой стороны, именно мы будем монтировать финальную версию фильма для того, чтобы зрителю было это интересно смотреть. Ну, с монтажом, с версией все понятно. А помощь в съемках в чем заключается? Ну, во-первых, к нам приходят люди, которые до этого никогда не держали видеокамеру в руках. Есть часть людей, которые уже что-то пробовали делать сами, но большинство из них, у них нет ни видеокамеры, у них нету знания монтажной программы. Сейчас же есть в каждом телефоне камеры, мне кажется, сейчас вообще не... Ну, подождите, мы делаем фильм, который будет представлять город в интернете, то есть мы делаем кинопортрет города. Соответственно, он должен быть на определенном уровне, правильно? И на коленке. Ну, по сути, конечно, на коленке, но именно мы хотим научить людей, как сделать фильм на коленке, но чтобы он был смотрибельный, да, то есть чтобы он был интересен и с изобразительной точки зрения в том числе. То есть научить каким-то самым аниментарным вещам. А для нас самая главная цель – это заразить людей этим, а дальше они уже будут сами разбираться и совершенствоваться в этой области. Спасибо, спасибо, Анна. И еще скажите, когда вас ждать уже с каким-то результатом, когда вы придете на ОТВ и покажете, вот у нас что получилось? Вот, смотрите, 2 декабря у нас будет презентация кинопроекта на фестивале Кинопроба в Доме кино в Екатеринбурге. А первое будет в Перворальске. С удовольствием придем и уже покажем то, что получается. А на открытие кинолаборатории завтра все могут прийти? Или только те, которые участвуют в лаборатории? Смотрите, открытие будет в достаточно закрытом режиме, там будут только прессы и участники, а в субботу и воскресенье будут открытые лекции для всех желающих. Об этом тоже на сайте ДНК можно почитать, потому что там будут лекции и по режиссуре, и по операторству, и по сценарному делу, а также, поскольку мы исследуем город, будем искать его код с урбанистами. Спасибо. Куратор кинолаборатории и проектор код города Анна Селянина была у нас в гостях. Мы продолжим нашу программу сюжетом из серии «Создай настроение». Сегодня узнаем, как замаскировать пятно на джемпере.